Улица Куйбышева, сердце купеческой столицы, что ни дом, памятник архитектуры. Особняк купца Ивана Клота уже обновили по городской программе. Отреставрировали и балконы, и башни, и старинные флюгеры. И теперь Самарский Теремок своим обликом напоминает тот самый миниатюрный замок из сказок Шарля Перо. А вот Дому Промышленности ремонт только предстоит. Декоративных элементов в нем немного, преобладает строгость и геометрическая частота форм. Кстати, особняк Клота, который чуть выше по улице, чуть не пострадал при строительстве Дома Промышленности. Здание задумывалось как квартал закрытого типа, но затем архитекторы свой пыл несколько поубавили. По муниципальной программе уже реконструировали семь фасадов зданий в границах улиц Куйбышева, Льва Толстого, Красноармейской и Фрунзе. Требуется косметический ремонт еще десяти домов. Жители инициативу городских властей поддержали. Учитывая, что у нас скоро будет футбол, это вообще очень замечательно. Потому что наш город не такой уж и плохой, но если его немножечко подработать, это вообще будет великолепно. Это историческая часть города, нужно ее восстанавливать, иначе весь облик пропадет. Облик города, приезжают гости, самим даже жителям приятно. Я думаю, что это здорово. Муниципальные здания отремонтируют за счет бюджетных средств, частные приведут в порядок собственники. Глава города Дмитрий Азаров отметил, к благоустройству исторического квартала необходимо подойти комплексно. Коллеги, пока, к сожалению, у нас только приведение фасадов тут расписано, больше ничего. А я говорил об ином, о комплексном использовании этого пространства. То есть, в принципе, этот квартал нужно рассматривать и приводить его в порядок целиком. И надо думать по использованию здания, отселению, неотселению людей, там общественные пространства и зоны, общественные здания, которые существуют. На проект планировки территории потратят 10 миллионов рублей, еще 20 миллионов на реконструкцию фасадов зданий. Таким образом, к концу года квартал обретет свой исторический облик, а в дальнейшем планируется привести в порядок и другие дома Самары. Одним из конкретных шагов на пути реализации этой идеи может стать организация выставочной зоны, музей под открытым небом у особняка Клотта. По поручению Дмитрия Азарова курировать разработку такого проекта будет глава Ленинского района Сергей Семченко. Мария Ваткина, Алексей Золотенков, События.